Всем огромный-огромный привет! Вы на канале Низ Карина Зав. Мир глазами женщины. Меня зовут Карина. Я автор этого канала. 14 сентября за окном похолодало, знаете ли. Я даже сегодня одела полуботинки, потому что с утра ехать в детский сад. Это вам не лето. Поэтому я как-то немножечко утеплилась. Хотя ветровку еще на куртку не меняю, пока лежу в ветровке. Отвезлась с Трафима в детский сад. Сегодня им сделали пробу манту. Сказали два дня не мочить. Я надеюсь, что все пройдет благополучно. Я съездила в пятерочку, закрутилась кормом для кошек. Отвезла маме и вернулась домой. Пожарила котлеты. И оказывается, я многое пропустила. Я большой любитель сериала «След». Но я не смотрю его с самого начала. И оказывается, начало очень и очень интригующее, очень интересное. Как все начиналось, как формировалась эта федеральная экспертная служба. Поэтому тем, кто любит детективные сериалы, да и вообще всем поклонникам сериала «След», которые смотрят его не с самого начала, загляните, загляните туда, где все начиналось. И еще в самом начале своего влога я сразу хочу рассказать о покупках, которые я совершила еще на прошлой неделе. Но, к сожалению, у меня не было как-то возможности, не было такого момента, чтобы их отразить во влоге, который уже вышел на моем канале. Поэтому выкладываю именно покупки в сегодняшнем влоге. Это лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что я не опоздала. Я заходила в магазин «Магнит Косметик» и купила себе вот такой вот на пробу шампунь «Интенсивное восстановление». Он идет для поврежденных волос. Я не знаю, конечно, все-таки стрижка имеет свое значение. И когда у меня были волосы короче, они выглядели более привлекательно, более здоровыми. Поэтому я теперь предполагаю, что мне нужно записаться к моему мастеру и все-таки съездить и сделать стрижку, изначально с которой я все время ходила. Потому что мне как-то даже шампуни не спасают положение, и мои волосы не делают лучше. Поэтому взяла попробовать вот такой вот шампунь. Для укладки волос попробовать вот такой вот мусс. Не обращайте внимания, я просто ехала, и у меня из корзинки на велосипеде выпал флакончик, и вот такая вот вмятина образовалась. Решила попробовать «Тафт» густые и пышные пены для укладки волос. Это идет четверочка и идет для тонких и ослабленных волос. Но могу сказать, я воспользовалась уже один раз. Он действительно хорошо закрепляет волосы, делает их более жесткими. Наверное, нужно все-таки приспособиться и поэкспериментировать немножечко с разными шампунями, потому что каждый шампунь дает свой результат на волосах, и в результате, когда вы уже укладываете пеной, муссом волосы, то тоже получается определенный результат. И по совету из Инстаграма одного из блогеров взяла вот такую вот масочку. Это органика авокадо от Планеты Органика. И вы знаете, я вам хочу, как говорится, срочно в номер, хочу вам быстро ее советовать. Мне очень понравилось. С одного раза я воспользовалась. Нужно ее подержать 10 минут на лице, смыть прохладной водой. И даже нанеся эту маску вчера вечером, я поспала ночь, я сегодня с утра проснулась и понимаю, что мои поры гораздо уже, чем они есть на самом деле. То есть все-таки действительно поры сужаются. Если поконкретнее, то эта маска для лица органика авокадо создана специально для активного омоложения кожи. Она способствует сокращению морщин, укрепляет овал лица, дарит ровный сияющий цвет кожи. Так что я вам могу посоветовать. Стоила она в Magnet Cosmetics 124 рубля. Попробуйте, может быть, действительно и вам она тоже подойдет. И еще мои покупки. Я совершенно вам забыла сразу рассказать. Дело в том, что у меня сгорел фен. Я почувствовала сначала неприятный запах, фен отключился, но через день я его опять попробовала включить. Он заново включился, начал работать, но потом опять пошел запах, и на том все, фен больше не стал включаться. Но я подстраховалась еще на том моменте, когда почувствовала первый раз запах. Я поняла, что это неладное, то есть фену пришел конец. Он послужил мне свою службу, и я подумала, значит, пора уже, наверное, менять сей агрегат. И я себе в магазине выбрала на замену вот такой вот беленький фен фирмы Scarlett. Это тоже идет с ионизацией воздуха. Ну, я не знаю, я как-то не верю в эти вот параметры, что там воздух ионизируется. Но, по крайней мере, я выбирала по тем параметрам, чтобы были кнопки так же, как на моем старом. Это кнопка холодного воздуха, то есть закрепление, создание локона, переключатель мощностей. Два вот таких вот, две таких кнопки. Так что меня все устраивает. Единственное, здесь не убирается провод, как на том моем фене. Нажимаешь кнопку, и провод, знаете, как на пылесосах бывает, оп, и ускакивает внутрь. То есть, чтобы он вот здесь вот так вот не болтался. Но, собственно, не столь прям так важно. Вешать тоже можно. Вот такая вот петелька приспособления предусмотрена. Поэтому пока все в порядке. Я взяла мощностью точно так же 2000, как и прошлый мой фен. Единственное, почему-то я замечаю в сравнении мощность одна и та же. Но почему-то тот фен был мой более термоязерный. А как говорит у меня муж, говорит, слушай, у тебя фен как будто бы промышленный. Голову можно сжечь. Ну, я не знаю, промышленный, не промышленный. Но, по крайней мере, для моей густоты волос, хочется сказать по секрету, которая была. Сейчас уже не такая густота, уже после родов. Мне кажется, все-таки меняется. И структура волоса меняется. И сама шевелюра по объему тоже изменяется. Да вот, как я уже и упомянула, наверное, стоит все-таки короче обстричь волосы. Дабы действовала поговорка, как многие говорят, чем больше возраст, тем должна быть короче стрижка. То есть, считается, если в годах тебе прибавляется, не стоит носить какие-то длинные волосы, тем более какие-то хвосты и прочее. Либо, по крайней мере, укладывать в прическу, то есть, распущенных волос уже как бы и не должно быть соответствующее возрасту. Поэтому все-таки вот у меня в мыслях опять крутится, что надо съездить к моему мастеру. И вот эту длину, вот эту всю длину, то есть, то, что я срастила макушку, вот это все, наверное, придется мне обратно убрать. А точнее сделать макушку короче и вот эту длину всю, и вот эту длину тоже всю обрезать. А еще, друзья, я заходила в пятерочку, но помимо того, что мне нужно было корб купить для кошек, маме завести, я еще вспомнила, что Серафим в связи со своими опытами, вот действительно, на сегодняшний день можно сказать, что он каким-то будет химиком. Все время что-то месит, какие-то свои термоядерные смеси. И в результате того, что он все время что-то мешает, он извел все мыло. Ведь свои опыты он проводит, когда сидит в ванной. Поэтому я в пятерочке взяла, вообще, по-моему, по 15 рублей было Ха Никит, вот такое детское мыло. И еще взяла упаковочку, потому что я посчитала, что очень выгодно, по-моему, 89 рублей. Здесь 4 мыла. И вспомнилось, что очень давно было вот такое вот мыло Дуру, и даже, по-моему, разного цвета. Было и розовое, и зеленое. Ну вот, в пятерочке было только такое, смягчающее. Я взяла упаковку такого мыла. Серафим целый вечер ходил с этим мылом, потому что нам делали манту. Ну, нам, я имею в виду, Серафиму в детском садике. И два дня сказали не принимать ванну, не купаться, под душем не мыться. Хоть и воспитатели сказали, что должна быть какая-то новая вакцина, которая уже позволяет мочить эту прививку. Но все-таки сделаем уж по старинке, как полагается. Два дня воздержимся от водных процедур. И поэтому, раз уж мылом нельзя воспользоваться, Серафим просто носил подмышками вот эти вот упаковки. Ну, а я поеду сейчас, доеду до дачи, потому что сегодня вторник, и отвезла Серафим в детский садик. Дома холодно, хотя на улице выглянуло солнце, хотя бы на улице я погрелась. Ну и заодно, наверное, надо еще доехать до магазина. У меня заканчиваются пакетики для завтрака, обычные баксаллофановые, которые мы покупаем. А еще маме на даче купила вот такие вот приспособления на кухню. У нее есть такие деревянные лопаточки, но она еще захотела вот ложку и лопаточку для переворачивания, потому что все сковородки сейчас, да, производятся с таким покрытием, что ничем не поскребешь металлическим. Поэтому я вот увидела, это вот такой вот силикон, резина, что это, в пятерочке продавались. Поэтому я вот взяла ей. Были бы одного цвета, я бы, конечно, взяла одного. Но, как говорится, остатки сладкие. Я нашла только вот эти вот лопаточку переворачивать, да, котлеты, может быть, что-то мешать на сковородке. И вот такая вот, как ложка, даже можно накладывать очень удобно. Правда, вот видите, ручки сделаны почему-то деревянные. Я не знаю, почему такое сочетание. Я это купила за 100 рублей каждую, каждую такую лопаточку, ложечку. И, знаете, увидела на Вайлдберес, вот точно такие же, с деревянной ручкой, вот эта вот прорезиненная такая основа сама. И, знаете, стоит 249 рублей. Я удивилась. Я говорю, как такое может быть? Утро доброе. Среда, 16 сентября. Мы собираемся в садик. 5 градусов тепла за окном. Холодрыга. Так что я пока футболку, кофту и сверху ветровку. Выпили с Серафимом по аскорбинке для профилактики простудных заболеваний. Хотя не знаю, что мы тут, какие профилактические работы проводим, когда у меня ни туда, ни сюда не вылезает. Я не пойму, я уже и брызгиваю, и капаю, и ем, и рассасываю, и мажусь. И у меня состояние какое-то наполовину. Ну, ладно, надеюсь, куда-нибудь я дойду со своей половиной. Так что мы аскорбинки сейчас с утра съедим. И вперед. Серый, серый, серый. Жужик, жужик, жужик. Сейчас я ехала с детского садика, Серафима отвезла. Мама попросила купить стиральный порошок. Представляешь, говорит, я совершенно забыла. У меня кончился стиральный порошок. Я заехала в пятерочку. Ну, она, знаете, у меня не приверженец прям каких-то там брендов. Вот обязательно я хочу Ариэль в капсулах, что-то такое. Нет, она говорит, мне что-то попроще, если что-то подешевле есть. Представляете, я увидела вот такой вот Биолан Калор. 2,4 килограмма. И стоил вот этот пакет по акции 134 рубля. Я сама удивилась. Но я взяла ей именно для цветного белья, ориентируясь на себя, потому что у нее вроде бы я там не вижу каких-то жидких средств. И, возможно, она таким же стиральным порошком автоматом стирает и цветные вещи, и белые вещи. Но я решила взять ей именно для цветного. Собственно, какая разница, и белые можно постирать. Но чтобы не было невыполосканности, как часто бывает с порошками, бывает так вот, грешат. Поэтому взяла ей вот такой. Ну, мама решила кофейку выпить. Ветер такой на улице поднимается. Ну, точно сказали, что дождик будет сегодня. Вроде бы вот и небо чистое. Откуда может быть дождик? Ветром нанесет туч. Муся сидит на окошке и смотрит в окно. Ну, вот, как и обещали сегодня, что будут дожди. Смотрите, начинается. А начинается как? Вот на камеру, может быть, и непонятно. Все потемнело. Это я сейчас, вот знаете, вспышку такую сделала. Гром гремит, представляете? Вообще, за окном стала темень, гром гремит. Ого-го! А чем еще в дождик заниматься? В такую плохую погоду надо варить кушать. Я здесь уже макароны с фаршем сделала на сковородке. А сейчас варю суп с тушенкой. Вот я в кипящую воду засыпала рис. Сейчас он немножко у меня поварится. Положу туда картошечку. А потом уже тушенку и зажарку. Лук, морковка. Будет очень вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...